Ирина Зарина расскажет о современном жиженном жиженном, извините, не локальных, высококонтрастных литических компонентах и скачка в скачках, но пока правда периодически светит. Спасибо, дорогие. Ну, прежде всего, я хотела бы поблагодарить организаторов за приглашение на фотоконференцию. Я вам сегодня хотела вам рассказать о нашей последней работе, которую мы сделали вместе с самым пятницей, и это работа о исследовании проблем экономизации и усиления для нелокальных высококонтрастных литических операторов. То есть это нелокальный оператор, высококонтрастная идея, и подход, о котором я буду сегодня рассказывать, он не классический, не традиционный, а он основывается на конструкции некоторых марковских полугрупп, связанных с этим процессом. То есть, в общем, на самом деле, то есть мы будем смотреть на эту мобилизацию с точки зрения некоторых замечательных процессов в высокой контрастной стратегии, нелокальных. основная идея, то есть смотреть на проблему экономизации с точки зрения теории вероятности, может быть, ну, конкретно теории в некоторых замечательных процессах, в марках и в любых замечательных процессах. И, значит, стартовая точка здесь — это вот этот мостик между коммунизацией и теорией вероятности, а именно, значит, вот тот факт, что коммунизацию для нелокальных операторов можно рассматривать как исследование нахождения предельного повышения для жидких марковских, то, что называется марковчан-процесс, специальный такой высококонтрастной периодической способности для расхода. И, значит, здесь были две работы у нас, там были пятницы на эту тему, где мы рассматривали похожие операторы, первая работа, где мы рассматривали техническое и замечательное отгруждание на решетку. То есть это, как видите, аналог такой решетчатой дискотизации у меня на решетку. Ну, вторая работа, где мы рассматривали, опять-таки, проблему гомоорганизации для технических высококонтрастных людей. И вот в этой работе мы использовали вот этот нетрадиционный, так скажем, подход, основанный на предметах марковских полугольников. Сегодня я расскажу о гомоорганизации для, так называемых, нелокальных оптических операторов, но, значит, эти операторы, которые задаются интегральным витром, причем это витро интегрировано, там нет регулятора. Локальные операторы любого проекта. Значит, чуть-чуть о мотивации, к чему это важно и что здесь интересно в этой задаче. Значит, впервые в этой задаче коммуникации, что он называется, «Даллодиспанельсити Моделс», была рассмотрена в носком году для автора метровогазного доступа с инстюмингом. И, собственно, эта модель была лечена для того, чтобы описать просачивание нефти в пользовых средах. То есть, в общем-то, модели имеют очень важное применение. Применение не буду рассказывать. Давайте посмотрим. На самом деле здесь очень интересный математический эффект, который я показываю здесь. В качестве примера я здесь написала эллиптическое уравнение. Вот, коэффициенты эллиптического уравнения, ценность высокого квадрата, сильно отличаются в разных областях. Давайте, чтобы было понятно, я сразу интересую картинку. Что здесь такое эгость, что такое длинность. Половается, что все пространство разделено на эллиптические ячейки. И в каждой ячейке у нас присутствуют некоторые включения. Вот, значит, включение здесь называется буквами «Вся внешность» — это буквы «Даллодиспанель». «Вся внешность» — это означает, что повторение этих областей. Получается, что у нас есть эллиптическая, которая очень отличается внутри вот этих включений и в них. третья, наверное, порядка всего. А дальше будет размахливаться методом шкалирования этой задачи. И оказывается, что в идее получается эволюция, которая имеет память. И вот это очень интересно с математической точки зрения. Потому что предельная задача — это задача, в которой нет памяти — это марковский процесс. Да, это генератор марковского процесса, который зависит от этого. Генератор, который зависит от этого. Но это марковский процесс, который, естественно, памяти нет. А в пределе у нас были измерительные регионы, которые должны быть в противоположном. Типа тут ремонт, но он в ряду след, в котором присутствует память. И вот это очень интересно. Это уже как бы теорема, что он так получается. Да, вы не будете на эту работу. Это исполнение памяти, может быть, не слишком строго, но потом уже сделали это строго. И, в общем, это действительно так получается, такой эффект есть. И вот одной из целей моего доклада сегодня — именно рассказать, как эта память появляется. как она появляется естественным образом. Но, с другой стороны, интересный тоже вопрос. Вот если мы имели доктор тела марковского, марковские процессы, то почему мы теряем эту марковскую жизнь? Собственно, мы можем задать такой вопрос. А существует ли у него марковский процесс, который описывает определенные регионы? И ответ здесь будет да. И вы меня можете спросить. Некое противоречие. С одной стороны, мы говорили, что есть некий марковский процесс, который описывает предельную эволюцию. Есть пределы. С другой стороны, мы видели, что в предельной эволюции есть память. То есть это не может быть марковской. И на самом деле никакого противоречия нет, потому что вот этот предельный марковский процесс будет жить на некотором расширенном пространстве. А память возникает, когда мы берем проекцию этого марковского процесса, который живет на расширенном пространстве, на пространственную координату, в которой живет и пусть. И вот за счет этой проекции и появляется память. То есть проекция марковского процесса на какие-то компоненты уже не марковская. И вот, собственно, об этом и будет мой рассказ на некий навык, на примере, называемой нелокальной задачей. Вот это очень важный момент, что мы, по сути, построили вот это расширение, на котором сохраняется маркет. И как раз увидели, как будет возникать память. Вот я вам расскажу, за счет чего эта память возникает. И я надеюсь, что будет так. Вот, значит, рассматривается вот такой оператор. Это тот оператор, о котором рассказывал сегодня утром Андрей Бянькин. На самом деле мы рассматриваем параболическую задачу в правой части, в которой стоит вот такой оператор. Значит, это локальный биометический оператор. Мы говорим, что это эллиптический оператор, потому что он у нас функция А. Значит, ядро – это функция А, которая является синетричной. И эта функция имеет хорошие такие локализующие свойства. В частности, это функция литровый вывод или один, то есть она ограничена. Здесь накладываются условия третьего момента. Это вообще немножко больше, чем нужно. Нужен только второй момент. Ну, для рассуждения всех дальнейших рассуждений и хорошие условия. Ну, и дальше опять условия – то, что вноситель поход в пустой, и то, что вот эта намотка А. То есть мы, конечно, будем рассматривать намотку на период, она из класса Эллипатуса. Это просто означает, что функция А или Эллипти достаточно хорошая. У вас и на дисконечнице. То есть вот та часть, которая соответствует лоится в этом операторе – это, значит, бедро, которое создает такие локализующие свойства оператора. А Янда – это функция, которая, на самом деле, она положительная. Она принимает только положительные значения, в общем, у меня константы, и она описывает периодическую среду. То есть, значит, в этом операторе у нас есть некая периодическая среда и некая локализующая составляющая. Значит, почему я говорю, что это не локальный эллиптический оператор? Потому что это оператор, на самом деле, является генератором некоторого марковского процесса. Значит, если вы помните, что локусиан – генератор диффузии, то здесь, значит, мы рассматриваем генератор скачкообразных процессов. Так что это процесс, который живет в ОРГ, и у которого интенсивный процесс с непрерывным временем, и интенсивность в ОРГ. То есть, ну и плюс вот эти свойства, что А у нас симметрично, правда, она не совсем симметрична, но в главном порядке она тоже будет симметрична. Вот они определяют, можно сказать, что это некая такая дискретная локальная версия физического оператора. А теперь мы, значит, это общий оператор, но я, значит, говорила о том, что мы будем его рассматривать как называемый высококонтрастный средний, да. Значит, для этого мне нужно определить эту высококонтрастную среднюю. Собственно, вот как раз игру лямбда и будет нам определять. Вот. Хорошо. Вот я уже нарисовала. Мы, значит, просматриваем, например, это разбиение на флоры периодически, да. И в данном случае здесь это обозначается. Давайте, чтобы у нас здесь написано. Внутренность будет обозначаться уже, а внешность будет обозначаться. Внутренность будет обозначаться. Значит, во внешности придется множество, которое имеет неограниченное связное механизм. И, значит, можно использовать... Значит, с помощью этого мы разобрали. Внутри! Ну и дать же мы рассматриваем пешками. На самом деле продолжаем все ответственность, тем самым у нас решет получается, и у нас все эти вот высоты становятся все меньше и меньше. И на каждой из них все равно сохраняется вот это значит, что разберение пространства такое делается, для того, чтобы мы все-таки с вами разберемся и дальше проводим перешкалируем для оператора согласно этому. Значит здесь множество этих грехов объяснял, что он возникает за счет того, что в пространстве кардиналов не стоит, и от времени перешкалируем для оператора согласно. Ну и соответственно наши яркие грехи очень меняются с тем, что мы не можем помочь нам в пространстве. Вот, на этом важно определить вот это ядро, которое задает высококонтрасность. Значит мы считаем, что 0, ну здесь вот просто кладется 1. Если у кого-то переменная к 7, это у нас ведет по внешности. Можно здесь взять другую симметричную. Смотрите, что у нас лучше. Давайте я пересмотрю. Что у нас получается? Значит на самом деле картинка такая, что у нас во внешности, то есть наши переходят эти ядро, ядро номер. Мы, значит, в порядке единицы, но здесь не просто работаем. То есть ядро номер равно единицы, если и точка, из которой мы прыгаем, и точка, куда мы прыгаем, лежит внутри внешности. То есть ядро номер 0, но это равно 0, если одну из этих точек поместим в внушение. Значит это невозможно, да? То есть это как бы у нас основные члены. А дальше у нас идет возмущение. Возмущение в порядке ε2. Значит здесь вот это ε2, она согласована с масштабом пространства. И вот функция ε2, в данном случае в первой части моего рассказа, не требуется, чтобы ε2 симметрично. Значит, эта функция, она устроена таким образом, что она 0, если, значит, хотя бы одна из кардинал лежит в шее. То есть если есть переход между двумя точками внутри шея, то в не равен. Или, давайте я другую. Либо если есть переход между двумя точками, то есть они такие обменные члены. То это тоже не одно. То есть у нас получается как бы быстрое движение, быстрое движение нашего процесса во внешности и медленное движение при переходе с внешностью во внутренность и медленное движение внутри. Почему медленное, я говорю. Потому что, значит, если мы напишем теперь наш оператор эти суммы, то вы видите, что здесь у нас уже стоит другой множитель. Вторая часть нашего оператора, то есть первая часть оператора соответствует скачкам, случайным скачкам во внешности. И здесь, значит, умножитель, который стоит объединиться на эксплуатации. Вторая часть соответствует скачкам во вредности и приходу из подлинности во внешности. То есть такой обменный член и член, который соответствует. И здесь этот член, как вы помните, он идет с площадью 1,5 квадрат. Отсюда здесь. И это означает, что интенсивность этих скачков очень маленькая. Это значит, что это медленный скачок, потому что процесс ждет достаточно долго. Он ждет время пропорционально единицы на 1,5 квадрат, прежде чем делать какую-то площадку. То есть получается, что у нас есть быстрое движение, есть медленный скачок. Это очень много для диффлюзионного процесса, когда у нас была быстрая диффлюзия во внешности. И вот здесь вот есть медленный скачок, переходный момент в 3,5 квадрат. Он должен ездить. Значит, вот такой у нас получился этот факт. И теперь мы хотим понять, существует предел для этот процесс, это так называемый market-джамп-процесс. Он хорошо определил, он хорошо определил, и при каждом лице он задается в 3 квадратных вероятности, которые опытные риски вынесли. Это был хороший ответ. Отлично. И хотим понять, а что получается в пределе. Наша цель – это изучить поведение предельного процесса, когда это все будет. И вот оказывается, что для описания, нам нужно расширить нашу пространство. И достаточно рассматривать этот процесс только в РТ. То есть, если мы будем смотреть в РТ, мы опять упрёмся в том, что нам нужно что-то будет сделать в конце, чтобы извлечь вот этот член, у которого есть память. А мы не хотим пока этого, мы хотим попробовать построить маркетский процесс. Вот для этого мы расширяем нашу пространство. И вместе с координатой Х мы добавляем ещё одну координату, которая будет жить в пространстве в множестве G со звездочками. что такое G со звездочками. Значит, это всё множество G, вот это вот включение, да, допустим, что мы имеем в виду компакт, мы поставим смыкание, что это однозначный звездочек. И к нему добавляем ещё одно состояние звездочек. Это состояние на самом деле просто соответствует всей внешности. То есть, каждая точка наша на РТ, каждая точка Х, она будет иметь на самом деле две координаты. То есть она будет иметь координату Х, и она будет иметь координату КЭПСИЛО. Которая зависит и от Х, и от ПЮС. Это понятно, да? Потому что если, скажем, мы рассмотрим, если мы сфиксируем X, а потом рассмотрим другое разделение, и вот в другом разделении эта точка может оказаться на одном расположении, но у этой же самой точке при другом целом будет другая карта. А что-то другая версия. Этим, этот координат, здесь написано, что если точка X попала внутри G, то мы берем просто ее, ну, дробную часть, например, берем ее координат, вот у другого координата, которые относятся к точке, то есть это ее точка. А если эта точка оказалась во внешности, то мы берем и с вами идеи. Тем самым мы вместо одной координаты, которая с ним сфиксируем, а мы, значит, ее, вместо нее еще раз рассмотрим по X и по Y. Значит, и при каждом Y, и при каждом Y, еще раз хочу вычеркнуть, по данным координатам есть лиц и лиц и лиц. Тем самым, значит, рассмотрим такое гидрическое пространство. То есть это гидрическое пространство есть по множеству. и на его математическом пространстве мы также можем определить оператор наш, или Эпсим, в репортуле. И у Эпсим тежит, тежные компоненты, которые демократические, Zozi, и значит этот оператор или Эпсим, Это будет генератором, а некоторые сильные непрерывные, жимающие полигруппы, которые действуют на пространстве ограниченных функций, а не эпсод, напугающих на бесконечном состоянии. Я прошу на антиэксод. Эти функции не обязательно будут непрерывными, а не ограниченными, а не вводим. Мы проводим качество. Новое семейство зубов нарушение. Теперь для этого семейства полугода мы доказываем, что существует предельная группа, которая является матрасной. Я сейчас расскажу, как она устроена. Это будет группа, которая действует на всем пространстве. Помните, у нас до предельных было некоторое подможенство. Вот это пространство, а предельное будет действовать на всем пространство. То есть элементы этого пространства можно представить как такой вектор. Вектор функции, то есть век в нуле, и что или иное, как компоненты, которые соответствуют звездочке, а уже это можно рассматривать в какой-то двух элементах. Одна из них, одна из этих элементов в форме, а вторая живет в ухе. Значит, это наша пространственная функция. Теперь, значит, эта функция не применяется, здесь уже отказывается. Стал, система работает. Извините, нажмите на кнопку с мышкой. А мышка вы видите? И мышка выключается. И теперь предельный генератор нашего процесса имеет вот такой функции. Значит, здесь есть часть, которая соответствует диффузе, и есть другая часть, оператор G, который соответствует динамике эволюции на второй координате. И вот, значит, этот оператор G выражается таким образом. То есть все коэффициенты этого второго оператора, они зависят от исходного гидра. Значит, вы видите, здесь стоит гидро тень, для которого есть намотка нашего исходного оператора. И вот этот функция, которая была, которая определяла на них, в ней, в ней, в ней это движение. То есть все компоненты этого такого интегрального оператора, они определяются. И оператор G на самом деле очень легко видеть, что G, что иной, как оператор, который является генератором маркерского скачкообразного процесса на G, на звездочку. Действительно, вы посмотрите, значит, этот член соответствует переходу из точки кси, которая где-то в G, в точку с звездочкой. То есть это переход из кси со звездочкой, это переход между двумя точками, а это переход из звездочки в какую-то точку кси. То есть вот полная причина того, что может произведеть. Вот теперь, значит, да, а сам ввесе, это будет генератор, генератор сельскохозяйственных, сжимающего опыта на все пространство, сельскохозяйственных. И мы доказываем теорему о том, что он действительно имеет несовосходимость. В том смысле, что это сильная исходимость, то есть для любой церковь, с церковь, доказательства сходимости, здесь такой долгий момент о том, что вообще эти предельные полугробы действуют на полном пространстве, – поэтому как определить подходимость, а их появляется в локальном пространстве, так как предельная полугробы действовать на полном пространстве, доопредельная Marpo, подмножечение спектакля там опасной, по-т within full пространстве числа угодно. То есть мы определяем проекцию и исходимость полугроба определять по 항 comes down, через звездочек, связку с проектом. И теперь вот этот интересный момент. Во-первых, мы имеем схвативный слой губ. Собственно, почему я боролась за пространство цельной? Дело в том, что это получается феероскальтельное. И раз это феероскальтельное, то получается, когда есть активный процесс. И эта сходимость означает сходимость всех конечных мероприятий. Но мы хотим построить настоящий процесс. И вот мы также доказываем, что для данной конструкции имеется сходимость в траектории. Теперь я сейчас хочу описать, как устроен этот феероскальтельный процесс. Он достаточно любопытный. И сейчас мы поймем, откуда появляется память. Сейчас давайте посмотрим на... Сейчас поставлю слайд с генератором, чтобы... Значит, вот у нас есть генератор нашего процесса. А я сейчас буду описывать, как устроен процесс, а где с помощью генератором. И вот у нас есть... Там пространство... Помимо пространства... У нас есть вот это... Жесосленочка, ЖЕ, ЛИЧУ, ДАРЕНЧУ. Значит, для того, чтобы облить марковский процесс, мы должны создать начальное. Допустим, что в начале, наше начальное распределение, начальное момент приема, это есть. Значит, мы находимся в походе точки ИПТ, то есть это начальное, и находимся в состоянии звездочки. Значит, раз мы находимся в состоянии звездочки, смотрите, что у нас происходит. В состоянии звездочки у нас есть сексиансы, которые зависят от геометрии, потому что зависит от нашей модели, конечно. И тем самым это генератор диффузии. Значит, мы начинаем, территорио начинается диффузия. Это генератор диффузия происходит до тех пор, пока вот этот процесс, который описывается в второй части нашего генератора, и прыгает из состояния звездочка в состоянии жизни. Это значит, это стружествообразный процесс, как устроить стружествообразный процесс. Значит, он в любом состоянии ждет некоторое случайное время, которое зависит от интенсивности, а вы делаете какое-то такое состояние, которое распределение, которое должен закончить, если все удаложено. Для нас просто важно, что через какое-то случайное время наш процесс, который живет в интенсивности, который сосредоточен на втором компоненте, прыгает из звездочек ищет. Тогда, в этот момент времени наш процесс останавливается и замирает. То есть диффузия прекращена. А процесс, который создается второй части генератора, он, значит, как-то прыгает нам. Через случайное время вы уже в позицию G, и начну после него, когда вы пришли в G, тогда он, в конце концов, снова возвращается в звездочку. Хорошо, спасибо. Спасибо. И после того случайного времени, когда вы пришли в звездочку, диффузия снова продолжает. То есть вот здесь на самом деле прошло некоторое время. Это почему-то случайное время, а здесь какое-то случайное время. Пока вторая компонент у нас ведут по F.E.ел. Как только он успел процесс пошел, он опять случайное время, он здесь живет, а потом опять, когда этот процесс выпадает, он снова замирает и снова ждет некоторое второе случайное время вы уже здесь сидеть. Есть ли вы снова на наш процесс только F.E.ел, не видим. вот эту вторую компоненту, то что мы видим? Мы видим только диффузию, в которой время не останавливается, дальше она гибридится, потом опять становится. И вот именно поэтому возникает два. Именно за счет того, что мы не видим вторую компоненту в нашем предельном уравнении, которое описывает предельную вальность. И вот в этой предельной вальнице появляются вот эти вот задержки, которые и приводят в предельную вальность. Так что вот это я как раз хотела рассказать, и дальше просто небольшое такое замечание о том, что очень интересно исследовать спектральные свойства после предельного оператора. Значит, мы можем рассмотреть, как оператор эти же полгруппы, он или два, в нем пространстве, а пространство и два, на расширенном пространстве. И в этом случае мы предположим, что все-таки В у нас симметрично, потому что оператор был сам согрешенный. И вот как исследовать спектральный оператор, мы опять же пишем задачу, и в результате получаем вот такое описание. На самом деле здесь еще работа не закончена, но что хотелось вам показать, это вот это описание. Значит, вот это, по сути, вот это главная часть спектра. То есть, по-видимому, на самом деле, вот это все. И вот это выражение, которое здесь получилось, это то, что называется функция Жейкова. То есть, Жейков нашел эту функцию, в случае, как индифусия, а вот для спичкового рожда, вот она имеет такой квалифицированный для локального. И вот очень интересно, действительно, исследовать, как идут эти аспекты. Единственное, что мы можем сказать, по крайней мере, вещество на данный момент, что аспект состоит в точном свете, содержит в ней искание природы. Дальше есть кусок, положительный кусок, который определяется с этой функцией Феодина, как можно изначить этой функцией Феодина. И дальше есть кусок, у нас есть бесконечности метра. А, конечно, исследование, вот еще вот, с калитой, но очень интересное. Спасибо вам. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, вопросы. А, можно ли? Попросы. У меня есть такая музыкальная ассоциация, когда мы работаем с дробными делами, то это, ну, генерал, понимаешь. Это дробный локальный сель, почему это Марковский? Это интегральная. Это интегральная, но это процесс линейки, поскольку я понимаю. Если я правильно понимаю. Это, это типа единица x минус y в степени d плюс альфа. Это генератор процесса линейки. Да. Это Марковский процесс. Там, кстати, тоже интересно посмотреть хайп-контеров. По-моему, еще никто не взял. Ну, можно я тогда скажу насчет александрологического процесса, я тоже скажу. А здесь вот есть генераторологический процесс. Малые уравнения, больше у него концерт довольно быстро. Вот если смотреть задачу Каши, то если начальное условие очень сладкое, то там просто оставить такой классический, как выковы. А если волна все-таки такая, что она сравнима с исцелляцией, то на самом деле уравнение, которое будет описывать ранние волны, оно приобретает на самом деле дисперсионный эффект. То есть это что значит? Память, да? Ну, типа памяти, да, но просто значит, что такое омега частота равно омега-отка, да, когда не дисперс, и это омега-отка, она функция однородной в первом порядке. А так она не однородная функция, вот это чем привык, что если у вас была волна, она на самом деле хвост появляется, и так далее, все это разрушает. Вот, это вот, мне кажется, тут есть такая аналогия, ну, она, это попытка, она еще связана с антимотическим предложением, предложением было на дисклеймерном, и так далее, у нас за разрушенным бизнесом, как работать не получится. Ну, можно попробовать посмотреть там. Смотреть, ну, там, значит, до специально разных, до специально, до специально, вот для вот этих, вот, так сказать, ну, для объемных. Я думаю, что может быть, вот, действительно, такая аналогия есть. Ну, для гиперболического там, я не знаю, как процесс строится, то есть здесь это как-то... Нет, ну, там, нет, это надо на уровне все-таки, вот, ну, символы, патриотератор там и так далее, потому что на символе, что это так, ну, вот, она так и как она. Можно говорить сами. Хорошо, надо будет, да, собрать, посмотреть. В общем, мне было бы тоже, если бы очень интересно, вот здесь. Как понять, как память поднимается? Спасибо. Вот это еще пока пишется. То есть вот то, что последнее, это пишет всегда, это, кем-то лево вкупах. Вот эта вот картинка, она вот в той статье, которая пишется. Картинка? Нет, картинка, это даже, на самом деле, она уже из первых. Это уже, вот я, я, как раз, рассказывала про две статьи, которые были, уже там это описано. Только там проще, потому что там, вот, это пространство, которое мы называли астральное, оно состоит просто из нескольких точек. И можно посчитать даже вот это ядро запасного, потому что там будет просто сумма экспонентов. Ну, в принципе, там картинка уже, в принципе, там картинка уже, в этой статье, в которой Джону вам хотите. Спасибо. 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 Спасибо, пожалуйста. Да, у меня вот вопрос. А просто о среднем, вот эти задачи нельзя получать? Я же когда-то говорю, что о среднем получаете там по всей внешности, а у нас такой... Я понял, да. Может быть, просто получше стандартный вопрос. Может, да? Ну, скорее всего, потому что... Может, да, конечно. Для диффузии, да, это было сделано. Просто мы думали, что другим моделям стали раскладывать, другим подходом. Да, это то, что называется, знаете, масштабный исходим. Я понимаю, что это сделано. Нет, там есть несколько подходов. Ну, это у вас порадоваться. Конечно. Может быть, диффузии, да. Да. Спасибо большое. И больше нет вопросов? Ф evento. н realities toyed, да! Спасибо твое! Да, avail. Спасибо, народ. Поэтому. Продолжение следует...